Трудно представить жизнь без понятия метро. Как бы мы тогда мерились ростом или, например, делали ремонт? Но задумывались ли вы, почему метр – это отрезок именно такой длины? И откуда вообще взялось это значение? Мы уже частично рассказывали об истории физических мер, а теперь настало время узнать о могучем сыне самой вселенной – эталоне метро. Вплоть до 18 века люди преспокойно измеряли все дюймами, футами, ярдами и другими сомнительными мерилами. Эти ребята никогда не отличались точностью и стабильностью. Фут долгое время был равен длине ступни взрослого человека. А дюйм под предводительством английского короля Эдварда II сначала равнялся ширине большого пальца, а потом трем зернам пшеницы в ряд. Ярд так вообще был равен длине обхвата талии человека саксонского племени. И поди разберись. Но, как ни странно, эти меры сохранились и до наших дней. Правда, теперь они все равно привязаны к длине метра. В 18 веке набор оборотов промышленной революции, наконец, потребовал создания универсальных мер, не привязанных в своем значении ни к рукам, ни к ногам, ни к остальным сомнительно точным вещам. Но еще бы, как бы мы построили заводы, замеряя все ладонями до талий? Английский философ Джон Уилкинс предложил взять за стандарт длину маятника, при которой его взмах занимает ровно одну секунду. И всех этот метод вполне устраивал, пока французский астроном Жан Риш в ходе своей экспедиции в Южную Америку не обратил внимания, что период колебаний секундного маятника вообще-то не так уж и стабилен. Оказалось, он увеличивается по мере приближения к экватору, так как там меньше сила тяжести. И еще целый век международное сообщество не могло прийти к единому варианту, пока за эталон метра не решили брать измерения секундного маятника, производимый на 45 градусах северной широты. Но и этот вариант оказался недолговечен. В том же 18 веке французской академией наук была создана специальная комиссия для выявления значения эталонного метра, зависимого от размера нашей Земли. За значение метра была взята одна десятимиллионная часть расстояния между Северным полюсом и экватором, проходящим по Парижскому меридиану. Это, конечно, не самый удобный способ измерения, но он сумел продержаться почти целый век. А сколько шуму было, пока страны решали, кому хранить этот официальный метр. Наконец, когда теория относительности Альберта Эйнштейна получила распространение, и всем стало понятно, что свет имеет ограничения по скорости, было принято решение использовать фундаментальное значение, которое нам предоставляет сама Вселенная. Его физическое отображение выражается в виде прекрасной палки длиною ровно один метр, которая, как и наш идеальный килограмм, состоит из платины и иридия, и хранится она в английской палате мер и весов. Остальные страны, которые пользуются метрической системой, имеют точные копии этого прекрасного образца. Вот так, за каких-то 140 лет современной физики мы прошли путь от локтей кувшинов и скрупул до наших родных и любимых километров, килограммов и часов. Ну и, конечно, не будем забывать про их старших братьев. Световые года и нанометры, гигагода и наносекунды, массы Солнца и нанограммы. Хотя, конечно, до сих пор интересно, сколько кувшинов уместится в Луне и за сколько шагов можно к ней дойти. Есть вопрос? Вступай в группу научпока ВКонтакте. Там можно спросить обо всем, что не дает спать ночами. Если вам понравился выпуск, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и на уведомления. И расскажите, что вы думаете о теме в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!